Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Со мной сегодня Анатолий Эдуардович Юницкий, отец-основатель SkyWay, отец технологии, генеральный конструктор, закрытого акционерного общества струнных технологий, который лучше, чем я, во много раз расскажет, где мы сейчас находимся и зачем. Добрый день, Анатолий Эдуардович. Берлин, снова берем Берлин, второй раз, инотранс-2018, где показаны все достижения транспортного отрасли со всего мира. Хотя я походил и посмотрел экспозиции других, они показывают то, что показывали два года назад. Ну, если только мы показываем, реальные. Да, и мы крутую машину показали, и когда наш перевозчик привез, а это было зачеклено, ну, от немецкой компании, которая перевозила наш подвижный состав сюда, они говорят, белорусы привезли какую-то ракету. Вечеря тут народ ходил, покажите нашу, покажите ракету, покажите ракету. Ракета неэффективный транспорт, поэтому это не совсем правильная аналогия. Мы показываем юнилит, высокоростной юнибус, который развивает скорость 500 км в час. Это уникальная машина, она аналогов не имеет. Если перевести электрическую энергию в топливо, в условно топливо, то машина шестиместная будет расходовать на 100 км в пути 8 литров топлива. Это как обычный легковой автомобиль при скорости 100 км в час, а при увеличении скорости мощность сопротивления эргономического возрастет профессионально к кубу скорости. Поэтому, если со 100 км в час скорость увеличить до 500, то это 5 кубе. Мощность эргономического сопротивления увеличится в 125 раз. Поэтому не так легко, как кажется, получить высокую скорость. Например, аналогом является электромобиль. Поэтому с автомобилем, это правильно сравнивать. Допустим, Бугатти. Двухвестный Бугатти Верон стоит 3 млн евро. Наша машина при сельном производстве будет меньше 100 тыс долларов. Он стоит юнилит, как примерно легковый автомобиль. Как джип. Он для получения скорости 500 км в час должен быть скорость. Мощность двигателя 3000 кВт. Сейчас у него 1500 л.с, только 430 км в час. И расход был 100 литров топлива на 100 км в час. Поэтому аналогов в нашей машине нет. И мы ее показываем, это красавцы. Это машина сделана не дизайнерами, как обычно говорят. Вот автомобиль, сделал какие-то дизайнеры. Это дизайнеры. Да, и Македон. Это сделал инженер. И форма юнилита, она обусловлена аэродинамикой. И продута в трубе явно. Безусловно. Это продували мы не раз. Это искусственные данные. ЦХ это 0,06. Бугатти, он не может двигаться без антикрыла. Потому что она еще перевернется. Вот если взять с антикрылом, его ЦХ 0,42. То есть оно еще ухудшает его аэродинамику. Безусловно. Потому что прижимает зад и начал взлететь. То есть мы улучшили аэродинамику по сравнению с крутым автомобилем. Спортивным, да? Спортивного типа. В 7 раз. И при этом у нас нет пневмашины, которая катится по асфальту. И там тоже большое сопротивление к движению при высоких скоростях. Вообще пневмашина при малых скоростях еще более-менее нормально работает. Но с учением скорости ее нелинейно сопротивление увеличивается. Очень сильно. И, например, если взять автомобиль, который мы разгоним легковой, до скорости 500 км в час, то примерно половина мощности двигателя уйдет на пневмашину. Это 500 и больше лошадных сил. Чтобы просто преодолеть сопротивление качаниями колеса. И половина примерно на аэродинамику. А у нас остальное количество катится по сторонному рельсу. При этом у нас нет эффекта экрана. Что тоже ухудшает аэродинамику, когда есть полотно. И уникальная форма, когда два хвоста. Это мои идеи. И, кстати, японцы сейчас это используют. Но, правда, не ссылаются на автора. Потому что я об этом говорю уже лет 20. И есть иллюстрация 2000 года, еще раньше, когда едет поезд, и у него два хвоста. Потому что именно в хвосте делается аэродинамика, и это самая обтекаемая форма. Поэтому это не капля. Здесь нет капли. Это совсем другая форма. И она имеет тут исключительно хорошее видование. И вторая машина, которая здесь представлена, она стоит там на улице, во дворе. И это 18-местный уникар. Это рабочая лошадка, которая отбегала уже не одну тысячу километров. У нас в Экотехнопарке. И 4 августа на Экофесте привезла около тысячи пассажиров. Я надеюсь, что вы подробнее о ней расскажете возле нее. Я думаю, это не последнее интервью для нашей информационной службы. И вообще, очень многие люди интересуются, будете ли вы здесь все 4 дня работы выставки. Да, я специально приехал сюда. Здесь запланировали серьезные встречи, в том числе с инвесторами, в том числе с заказчиками. Поэтому я буду здесь. Вот вы предварили мой следующий вопрос. Какова цель участия? Ведь вроде бы уже у нас в кармане реальные адресные проекты и начинается реальная стройка в Объединенных Арабских Эмиратах. Вот цель участия в выставке хотелось бы узнать у вас. Мы слава продвигаем, к сожалению, наш продукт, тем более он инновационный. Посмотреть, как там Семин сделают другие компании. Они тратят на это огромные деньги, на продвижение. Посмотрите вот рекламу по телевидению. Без этой рекламы продукт, товар не покупали бы. Поэтому мы должны еще сильнее рекламировать нашу продукцию. А наша продукция на самом деле не мотор-колесо, не аэродинамика исключительно, или салон. Нет. На самом деле мы должны продвигать и продавать услугу транспортную. Услугу более комфортную, более безопасную, более экономичную и более доступную. Видите, там нет технических терминов. Ни марок стали, ни диаметр колеса, ни мощности двигателя. Все это вот, и та же хорошая динамка, на что направлена? Чтобы меньше тратить энергии, топливо, чтобы был билет дешевле. Чтобы мы меньше энергии тратили и меньше нарушали экологию. Поэтому вот такие, как экологичность, эффективность, доступность. Вот главный критерий, что мы должны продавать. И мы об этом должны говорить. И когда заказчик это видит, то он начинает заказывать нашу технику. Так более эффективную. Спасибо большое, Антон Лидарович, за интервью. И в конце люди, наверное, ждут от вас каких-то последних, главных, привычных слов. Итак, спасай планету! Субтитры создавал DimaTorzok